ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ В конце января этого года в Ханты-Мансийске поступило сразу несколько сообщений о минировании школ. По тревоге были подняты все специальные службы города. Учащихся массово эвакуировали. В итоге тревога не подтвердилась, а розыском лжеминеров занялись сотрудники полиции. Этот пример один из многих. В Югре, как и по всей стране, лжеминирование – частое явление. Местных хулиганов правоохранители вычисляют быстро, даже если лжеугрозы приходят из зарубежных аккаунтов. Тем не менее, реагировать необходимо на любую угрозу, даже если она кажется мнимой. Пожарная тревога. Срочно всем покинуть помещение. В школе номер 6 города Ханты-Мансийска проводят последнюю тренировку по эвакуации перед уходом детей на летние каникулы. Спустя считанные минуты после тревоги весь персонал школы и ученики выстраиваются в точке эвакуации. 17 по списку, 17 по факту. Дальше – разбор полётов. В учительском. Директор школы тщательно анализирует все действия сотрудников, указывает на их ошибки. Лучше их сделать на тренировке, чем в случае реальной опасности. После сегодняшнего мероприятия мы сделаем каждой определённые выводы, и те минусы и недочёты, которые мы сегодня выявили, мы их все с вами в ближайшее время устраним. Специалисты антитеррористической комиссии недавно проверяли эту школу и практически не выявили недочётов. Все основные системы безопасности находятся на первом этаже в пункте охраны. Система видеонаблюдения позволяет просматривать каждый метр школы. 50 с лишним камер расположены как внутри, так и снаружи здания. Здесь же под рукой у охранников тревожная кнопка, а также датчики пожарной сигнализации. У входа стоят турникеты и металлодетекторы. Такое оборудование пока ещё не каждая школа может себе позволить. А вот охрана есть у всех. Правда, охранник охраннику рознь. В этой школе заключён контракт с лицензированным предприятием. То есть здесь не просто сторожа сидят, а специалисты по безопасности. Правда, и здесь важен человеческий фактор. О порядочности сотрудника охраны узнать можно только на деле. Анатолий Оплетаев в школе номер 6 Ханты-Мансийска работает уже несколько лет. Хоть и знает здесь каждый квадратный метр, однако раз в три часа ежедневно обходит территорию учебного заведения. Проверяет исправность систем, осматривает ворота. Однако его главная обязанность контролировать тех, кто заходит в школу. Чужих пускать строго по записи при предъявлении документов. И, конечно, знать, как действовать в случае опасности или угрозы теракта. Один у нас смотрит постоянно в мониторы, что если какой-то предмет, допустим, кто-то где-то оставил, проверяем этот предмет. Ну как, подошли, убедились, что это что-то, не наши, а гараживаем его лентой. Затем звоним заму нашему, Кудрякову, Виталию Юрьевичу. А потом уже сообщаем в полицию, в МЧС, везде сообщаем, уже звонки, ну, звоним. Что мы имеем? Школа технически оснащена почти идеально. Есть видеокамеры, пожарная сигнализация, тревожная кнопка, строгий пропускной режим, ограждение вокруг школы. И совсем скоро появится еще один технический помощник. В летний период у нас уже планируются, уже подготовлены документы практически всем по установке электромагнитных дверей, которые нам будут, система, которая будет нам обеспечивать как и антитеррористическую защищенность, так и пожарную защищенность. Установка таких дверей позволит решить известные противоречия между требованиями пожарной и антитеррористической безопасности. В Югре насчитывается около тысячи объектов образовательных учреждений. Все они проверены сотрудниками антитеррористических комиссий. Каждому объекту присвоена соответствующая категория. Так, по оценкам антитеррористической комиссии Югры, сегодня необходимо около 650 миллионов рублей, чтобы полностью оснастить образовательные учреждения всем необходимым. В 2018 году мы провели большую работу. То есть было 68 объектов образовательных организаций были оснащены системами видеонаблюдения уже полностью, 180 организаций с системами контроля управления доступом, 17 организаций были оснащены охранной сигнализацией, 119 организаций металлоискателями, 24 организации были оборудованы периметральным ограждением. И на все на это было из бюджета автономного округа выделено 27 миллионов рублей и 156 миллионов рублей из бюджетов муниципальных образований. Уже в этом году эта работа продолжается, и только из бюджета автономного округа выделено уже 122 миллиона, чтобы оборудовать учреждения образовательными, техническими средствами и охраной. В летний период специалисты АТК проверяют детские летние лагеря. К ним, как и к школам, предъявляются серьезные требования в плане безопасности, наличие охраны, специальных препятствий и вазонов вокруг лагеря и тому подобное. Что же касается работы по профилактике терроризма и экстремизма, то здесь каждое образовательное учреждение выбирает свой путь. Так, возвращаясь к нашему примеру, в шестой школе действует отряд юнармии Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения. Каждый месяц учебное заведение посещают лидеры религиозных организаций. Они ведут открытую беседу со школьниками на различные темы, в основном связанные с духовно-нравственным воспитанием. Если каждый хотя бы немного будет так относиться к другому человеку, то в этом обществе станет комфортно и гораздо легче жить. Здесь как раз речь идет о уважении к другому человеку. На уроках ОБЖ детям рассказывают о том, как действовать в случае террористической угрозы. В ситуациях именно при захвате террористами они знают, как действовать. Они знают, что необходимо лечь на пол, закрыть голову и ни в коем случае не смотреть в глаза террористам. Тем самым, когда смотришь в глаза террористу, вызываешь какую-то агрессию у него. Они думают, что ты пытайся его запомнить. Одним словом, ребенок должен знать, что выход есть даже из самой сложной ситуации. Задача педагогов по полочкам разложить действия детей при потенциальной опасности. В нашей школе систематически проводится работа по формированию действительно среды, где ребенок впитывает именно то, что он несет ответственность за жизнь и здоровье как самого себя, так и своего одноклассника и всех тех, которые окружаются. Систематически проводятся у нас классные часы. Приглашаются различные структурные подразделения, в том числе МЧС, ИГОЧС приглашаются. Поэтому в этом направлении у нас охват школьных мероприятий очень огромный. Помимо этого и родительские собрания, на которых мы не обязательно, в обязательном порядке озвучиваем родителям, доводим информацию. Еще одной гордостью этой школы является Центр культурно-языковой адаптации для детей-мигрантов. В него ходят около ста детей. Им не только преподают дополнительные занятия по русскому языку. Им дают возможность полноценно интегрироваться в общество, преодолеть барьеры стеснения и неуверенности, чтобы дети-мигрантов не чувствовали себя чужими. В этом году у нас 10 детей поступили, которые слабо владеют, а есть дети, которые даже вообще не владеют русским языком. Также у нас есть кружок толерантности. То есть вот все дети у нас здесь объединяются. Он приехал, он не знает, боится разговаривать, стесняется, становится как белая ворона. А когда он приходит в этот клуб, он находит себе друзей. И ему становится легче. Те дети, которые до него приходили в эту школу, они его подбадривают, помогают, что это первый раз тебе трудно, но ты быстро научишься. И в неделю два раза дополнительные занятия по русскому языку. Этот центр фактически помогает и родителям детей-мигрантов. Ведь они, как и их дети, попали в схожую ситуацию. Вместе они организовывают все мероприятия центра, накрывают столы из своих национальных блюд, приносят костюмы для выступлений, да и просто общаются. Многие лидеры национальных диаспор посещают центр, где общаются с детьми-мигрантами, пытаясь донести им важность дружбы народов. Вот эти дети национальности, киргизы, казахи, узбеки, таджики, сколько бы мы ни говорили халва-халва, во рту слаще не будет. А вот я считаю, что национальная политика именно нашего государства начинается вот здесь, в классе, в школах. Потому что дети, они адаптируются между собой, они быстрее находят общий язык. У них нет политики, у них нет амбиций. Они просто живут, они просто разговаривают, они учатся. Потом приходят домой и приносят с собой вот этот позитив, который они получили в школе. Я считаю, школа – это локомотив национальных, вот всей этой дружбы народов, братства, солидарности. По мнению лидеров национальных диаспор, подобные центры при школах очень эффективны, особенно в плане профилактики терроризма и экстремизма. Ведь не секрет, что, чувствуя чужими, дети трудовых мигрантов являются главной мишенью вербовщиков, радикальных течений, криминальных организаций. И тем приятнее, что все больше образовательных учреждений используют подобный комплексный подход в вопросах безопасности детей. Когда наряду с современным инженерно-техническим обустройством проводится большая профилактическая работа. И дело здесь не в оценках качества и признаний заслуг какой-либо конкретной школы. Важно, чтобы учителя, ученики, родители, специалисты, руководители образовательных учреждений понимали, что вся эта профилактическая работа, все проверки, учения и тренировки необходимы для одной цели – безопасности наших детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова